Алексей Гусев, Центр Кредит Спасибо, что остались. Всегда приятно. Я и просил, чтобы меня поставили последним. С другой стороны, это всегда хорошо тем, что на тебя пришли именно те, кто хочет тебя послушать. Все остальные, они не совсем интересны. Ну ладно. Плюс мне еще попросили изменить немножко тему доклада. У нас там зацепились языками и говорят, слушай, расскажи про своих вип-клиентов, все остальное как-то постарайтесь свернуть. Я на самом деле тему закрою следующим образом. Но все-таки я же обязан поговорить по теме. Фишинг традиционный, как бы это ничего сложного. Но с точки зрения перехода на вип-клиентов, а это считается, так сказать, более сложной атакой, тут, в общем, есть таких три парадокса, которые вроде как его должны полностью убить и в конце 70-х убили. Да, но сейчас получается некое возрождение. Первое. Это более сложная атака. Более сложная атака, которую не надо, в общем, придумывать. Есть, в общем-то, прекрасные технологии, есть куча всяких интересных инструментов. В принципе, машинное обучение работает давно, эффективно. Я когда-то сам там настолько стар, что носил лайбеймовский там Ватсон, да, и у нас там получались прекрасные письма, прекрасные сообщения клиентам, все было здорово. Вот, если верить, это страшно, газете «Известия», да, ну, с чатом вообще любые письма пишутся, об этом было на прошлой неделе. Спасибо большое, это здорово. Поэтому, ну, как-то вот, ну, все мы в состоянии сделать прекрасный вейлинг, да, единственное, второй пункт, надо определить вип-клиента. То есть более какой-то интересный клиент, естественно, с точки зрения монетизации и прочее, прочее, прочее. Ну, тоже вроде частный случай, тоже вроде как все умирает, ну, разве что вот, ну, я, собственно, банк, а если еще в зале находится кто-то из Ки, да, то сами прекрасно понимают, понимаете, надо там периодически тестировать клиентов, да, и практика показывает, что если я беру последний какой-нибудь там ресерч по 152 ФСЗ, да, или там что там интересного об ИКИ, делаю из этого там прекрасное письмо, то отклик айтишников и топ-менеджеров, он, в общем, немножко бесит, да, что попадаются даже профессионалы. Ну, и третье. Мы давно говорим о безопасности вип-клиентов. Пожалуй, всплеск был в девятнадцатом году, когда, в принципе, мы говорили о тестировании инфраструктуры, чисто физической, да, мы говорили о периметре, мы говорили, что там есть какие-то проблемы, мы говорили о социальной инженерии, но как-то вот сейчас мы, собственно, перешли через два года на опять тот же самый фишинг, но более сложный, ну, или более простой, поскольку он более простой для профессионала. Возможно, так и есть, и здесь еще один парадокс, потому что то, что мы наблюдаем последние полтора года, это резкое увеличение фишинга, причем мы видим, что это фишинг со стороны, в общем, молодежи, которые пользуются вот этими средствами, что называется, бьет по площадям. Вот это количество, оно беспокоит, потому что рано или поздно вип-клиента поймают. Пока, ну вот, пока это, в общем, не происходит, но тенденции налицо. Поэтому, ну, как-то сели, запустили, получили хорошее письмо и показали клиенту, как, в общем, от него надо, вот, собственно, все. Теперь поговорим подробнее, что здесь на самом деле интересного. Интересное то, что мы больше говорим о вейлинге, да, мы больше говорим о том, что это некая модификация фишинга, пытаясь каким-то образом продвинуть свои услуги. Кому? Руководство банков, руководство компаний. То есть это ситуация, при которой там есть два подразделения, инфобезопасность и, собственно, то, которое занимается вип-клиентами. И плюс вендора. И вот тут вот нынешняя ситуация, мы получаем прекрасную монетизацию, ну, или, так сказать, попытку показать, что мы, в общем-то, в банке значимые люди и получить некий ресурс, который используем для чего-то другого, да. И вот здесь давайте сразу определимся с нашим клиентом. То есть клиент private banking, да, но это, так сказать, не тот, кто там топ 100 списка Forbes, хотя это тоже важно, да, но целевой клиент, с которым мы работаем, он, в общем, пониже, да. И настолько пониже, с учетом того, что у него там очень распределенная инфраструктура, что это фактически малый и средний бизнес. Отличить в действительности, что это малый и средний бизнес, очень и очень сложно, потому что это явно такая распределенная структура, структура, которая контролируется самим собственником или его, так сказать, знакомыми, которые быстро вырастают до профессионала. Там могут быть родственники, могут быть там лучшие друзья, с которыми он учился, но вот этот полный тотальный контроль, он существует. Вот структура жутко избыточная, но клиент готов пойти на эти издержки и будет еще на них идти там ближайшие нацать лет. Почему? Эта структура очень устойчива, если рынок турбулентный. А с 2009 года мы, в общем, в этих условиях, да. Я не буду говорить там про поглощение там со стороны там недружественных компаний, в том числе государства, да, но и понятно, что эта структура останется. Вот любая попытка каким-то сдвинуть эту структуру и сделать ее очень неоптимальной, ну, в более-менее такую приличную, они чреваты, потому что, ну, клиент, он своеобразен, да. Он статусен, он много чего требует от того, кто к нему придет. В общем, продаванную здесь просто вот-вот-вот-вот-вот надо что-то уметь. А что показывает практика? Ну, продавали там деофшеризацию, продавали, собственно, наследование, продавали, собственно, там, продажу. Что? А вы мне сказали вот стоять на этой вот… А, можно, да? Нет. Можно? Вот так можно, да? Все, отлично, потому что меня не стреляет. Так вот, что показывает практика. Значит, есть то, что я могу продать, а то, что, собственно, продать неполиткорректно. Я еще раз говорю, я банк, я еще хуже, чем Кии. У меня регуляторов выше крыши. То есть, наследование продам, хотя услуга как-то вот… И только наследование продам, все остальное нет. Даже простая продажа бизнеса, клиента куда-то еще, она, в общем, чревата. Поэтому, что я продаю? То, что продается. Продается в первую очередь. Поэтому в 19-м году, наконец-то, появился новый аргумент. Все стали говорить о безопасности, появились первые кейсы. Ну, и вот эту вот жуткую структуру можно тронуть и тронуть очень хорошо. Я просто так вот издали пойду и скажу только одну фразу. Клиент женат, пятый раз. Вторая жена до сих пор является подписантом по куче всяких документов компании и прочее, прочее, прочее. То есть, скрыть ее телефон и планшет, и вот она наступает счастье злоумышленнику. Причем переубедить клиента, что так делать нельзя, это просто невозможно. Но надо. Поэтому здесь мы, собственно, влезли в безопасность. Влезли достаточно хорошо. Фишинг. Фишинг тоже достаточно простой. И почему мы сейчас, так сказать, педалируем на этом? Это все наглядно для клиента. И главное, это работает. Потому что чем больше молодежи, злоумышленников сейчас, входит в кайф и на хайпе пытается вскрыть клиента, тем все-таки больше малому и среднему бизнесу. Но здесь есть маленький парадокс. Вот эта молодежь, которая сейчас атакует клиента, почему-то не учится. Как это? Спасибо, слава богу, что она не учится. Но мы это все проходили чуть раньше. То есть, словно там, помните, аферы с карточками, когда тоже бьются по площадям, и с каждой карточки снимается по 5 долларов. Но одна из них платиновая карточка, и, казалось бы, с нее можно и миллион снять. Или просто дать ее более квалифицированному хакеру продать, который с нее снимет гораздо больше. Вот мы с ужасом ждем именно вот этого. И именно этим пугаем клиента. Теперь, когда мы говорим о подобных рисках, не надо забывать, что вейлинг, это, собственно, воздействует на клиента просто здорово. С ним, говорит, продаван из департамента по работе с вип-клиентами, и одновременно банковский инфобезик. Банковский специалист прекрасно может работать с самыми непонятными клиентами, которые настроены изначально против него. Простите, он банковский специалист. Он со всеми своими топами только что ругался по поводу того, что надо купить какой-то новый продукт, условно говоря, там Каспера, Инфовоча, Позитива и так далее, и так далее. Ему это делать не давали. Сейчас он на том же абсолютно нормальном языке все это объясняет клиенту, и клиент это понимает. Так вот, фишинг продается. Продается в одно касание. А меня снимают? Короче, на этой неделе. Форум наследников в Питере. Мы приехали. Соответственно, поговорили, а не прошло. Рассказали, как это все. И прямо при клиенте отправили несколько песен его топом. Мы даже пиво не успели выпить. А самое интересное, второго клиента мы поймали немножко на другом. Как это? Большое спасибо, да. Все, все, все. У меня буквально вот пока надо. Большое спасибо, так сказать, вот типа, а вот только что, но я плакал пикабу. Там очередная статья, там по поводу анализа мальчиков и девочек в Тиндере. Как там, я не знаю, условно говоря, там проститутка отключить от тарелщицы, там по мальчикам и так далее, и так далее. У клиента сразу вот такие глаза. Мы тут же прям при нем рисуем соответствующий классификатор. Он смотрит, говорит, фу, какая гадость. Скинь мне, пожалуйста, вот сюда. Вот, 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 вот. Ну и где-то так. Поэтому еще раз говорю, коллеги, эта ситуация вин-вин. Как сказал проходящий мимо вот Лукацкий, который вот так вот проходил, не-не-не, все, я убегаю. Значит, совет продавана кибербезику. Мы продаем страх всем, в том числе и руководству. Ну, управление рисками, да? Поэтому настоящий мужчина, это не тот, который может купить своей жене норковое манто, а тот, который может ее убедить в том, что мех ее старит. Вот, поэтому если вам на телефон приходит с телефона жены звонок, и кто-то голосом вашей жены просит купить норковое манто, перевести деньги, и вы смотрите, да, вроде это тоже карточка жены, что надо делать? Говорит, пошли вон мошенники, ну, а к вечеру может рассосется. Ну, вот где-то так. Собственно, я вот занимаюсь как раз подобными вещами со стороны, как бы, вот, бизнеса, который одновременно и продает свои услуги, и пытается, как бы, вот, с вип-клиентами вот так вот хорошо поработать. С точки зрения конкуренции это нормально, ну, с точки зрения, я имею в виду, именно за клиента. А главное, здесь мы впервые можем хорошо работать с подразделением кибербезопасности, которое, например, в отличие от банковского юриста, действительно занимается делом. И более квалифицировано, тем те же самые кибербезики у клиента. Потому что клиент может быть не КИИ, а банк проверяют. Ну, и плюс вендоры. Мы, опять-таки, предлагаем какие-то коробочные решения вендоров нашим клиентам. Вот, пожалуй, и, наверное, это вот та ситуация вин-вин. Я, наверное, единственный человек, который здесь вот как раз говорил с точки зрения бизнеса. Да? Вот-вот-вот-вот-вот. Надеюсь, что я не огорчил. Большое спасибо, что вы пришли. Да? Последним всегда здорово. А можно мне сразу подарок вот один отдать, даже без вопроса? Вот-вот, молодой человек, по-моему, из Самары. Мы с вами вот как раз вот общались. Да, вот руку вот так вот поднимите. Да, именно он. Мы зацепились языками, и он пришел. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...